В мире космического туризма настоящий бум. Зарубежные компании, американские и европейские, наперебой демонстрируют свои проекты. Их визитная карточка на аэрокосмических выставках – шикарная графика будущих суборбитальных полетов. Специальный самолет поднимается на высоту 100 километров. Именно здесь начинается космос. Пять минут невесомости и обратно на Землю. От старта до посадки – полтора часа. Стоимость такого тура – 200 тысяч долларов. Как отмечают представители компаний, первые экскурсии начнутся уже через два года. От планов до реального туристического космического полета, со всей сертификацией, лицензирования, очень большая дорога должна быть пройдена. Сергей Костенко в Москве представляет американскую компанию, которая с помощью Роскосмоса первая начала осваивать рынок международного космического туризма. Именно к ним обращаются миллиардеры, для которых заплатить 20 миллионов долларов за полет и даже 30, как по вкупке еще одной яхты. Никто не продает свою последнюю яхту или квартиру для того, чтобы полететь в космос. Люди вполне обеспеченные все, те, кто летали. Летают и будут летать, я думаю, в космос. Я думаю, что основной критерий – это здоровье. Таких богатых клиентов можно пересчитать по пальцам одной руки. Почти за 10 лет в космос было отправлено 5 человек. Туристами их назвали журналисты. На самом деле Грегори Олсен, Анюш Ансари, Чарльз Симени – почти космонавты. Они проходили специальную медкомиссию и подготовку, а две недели на МКС были не развлечением, а серьезной работой. Даже во время полета на ракете «Союз» они помогали управлять кораблем. У третьего члена экипажа такого понятия, как управление именно кораблем, нет. Потому что у него нет возможности выдать команду управления, у него нет возможности заложить циклограммы. Много чего нет. Но это не значит, что он ничего не делает. На нем лежит такая задача, как откачка конденсата. В Роскосмосе слово «туризм» избегают. Коммерческие полеты называют экспедиции посещения. Федор Юрчихин – космонавт 15-й основной экспедиции. ММКС летал с другом Белла Гейтса – Чарльзин Симони. В космосе с туристом проблем не было. На орбите его воспринимали как полноценного члена экипажа. Я против того, чтобы этих людей называли туристами. Потому что они попробовали, что такое риск. Они попробовали, что такое космос. Они в космосе работали. Это много чего значит. Отдавать третье кресло на «Союзах» непрофессиональным космонавтам стали еще в советские времена. А пионером коммерческих полетов надо считать не Денниса Тита, а японца Акияма Теихира. В 90-м году его полет стал итогом сотрудничества главкосмоса Советского Союза и японской телерадиокорпорации. Я причисляю его к родоначальникам космического туризма. Сегодня единственное вакантное место для туриста на российском корабле «Союз» зарезервировано на весну 2009 года. Кандидаты на полет есть, но конкретно пока никого не утвердили. Выбирать будут не из тех, у кого больше денег, а из тех, у кого сильнее желание стать космонавтом. Еще, еще, я не могу.